Содержание занятия 12 сентября 2018 года в группе изучения Кабалы. Москва. Московская группа изучения науки Кабала. Что такое десятка? Десятка. Группа или 10 свойств, связывающих с высшим источником. Что значит думать о десятке? Вопрос подразумевает стремление ученика находиться в связи, быть частью десятки. Все, что существует в реальности, во всем мироздании, во всех мирах, называется одна десятка. А Творец — это свет бесконечности, который ее наполняет. Замысел творения проводит их от состояния круга к состоянию дискретному, отделенному. У тебя есть круги, допустим, 10 кругов, для того, чтобы была работа точечная, чтобы все эти детали, каждый выполнил бы свою работу, каждый бы уподобился Творцу. Потому что если мы как бы делаем, действуем слоями, итого есть таких 10 слоев, пластов, и здесь, допустим, 5, их тоже 10, допустим, 5 миров. Мы делим работу, каждый из нас выполняет какую-то работу. Например, это моя клеточка, а это его клетка. Так мы действуем. И это работа ДХ, дифференциальная. А далее мы все соединяем, делаем объединение между нами. Это интегральная работа. Вновь соединяемся вместе. На самом деле постигается взаимосвязь. Это называется совершенство, но это вообще связи. Всех-всех со всеми. И это и дает ощущение Творца. Да, и поэтому мы должны стремиться из этого первого состояния через второе к третьему. Вы должны привыкнуть видеть перед собой такую реальность. Это дает возможность управлять разумом над чувствами. Это результат вопроса, что задал товарищ, что такое десятка. И вы объяснили, что это, мне кажется, это просто революция. Какая революция? Вся реальность должна стать десяткой, перевернуть все миры. Ну видите, первый раз услышал господина Кока, то, что вся реальность это 10 сферот. А ты думал, это 9? Вы видите, парень, который учится, находится здесь, вкладывает в себя, сколько требуется времени, пока вдруг не услышал то, что слышал тысячу раз. И так все мы. Просто я должен сейчас относиться ко всему, что двигается, что это десятка? Не, не десятка, часть десятки. Все творение. Не, одну, секундочку, секундочку. То, что здесь это, это мир бесконечности. Да? Улам Минсов. Здесь это пять миров. А здесь третье состояние. Вновь исправленный мир бесконечности. Это первое, третье состояние, которое мы изучаем. Состояние, в котором мы находимся в этом мире, это тоже на чертеже или вообще там не присутствует? Все одна десятка. Нет ничего, кроме нее. Так десятка, это не моя десятка. Весьмин и баруха, это одна десятка. Но это здесь даже все человечество одна десятка. Конечно, истинная настоящая десятка со всеми душами, каббалистами, со всем, что было, есть и будет. Все это одна десятка. Но мы говорим с точки зрения, что мы должны выяснить, где мы находимся. Ну, это все только во время работы. Когда каждый действует из маленькой вот этой своей дифференциальной ячейки. Но когда обращаются в круг, нет разницы между большим и малым. Все совершенно равны. И все в совершенстве об этом. Все выяснения, все наши исправления не в том, что мы возьмем себя так, возьмемся за руки, как хорошие детки, и будем ходить по кругу и петь песни. Нам не нужно этого. Нам нужно только внутри осознавать, что добрые связи между нами отменяют все эти злые силы, отбрасывают их, отдаляют, исправляют нашу жизнь. Только это. Все. И если мы будем более связаны, то наверняка это все говорят. от экологических ударов до финансовых, и все остальное. Понятно, что этим мы можем оградить себя от ударов, если мы связаны все вместе. Потому что вся проблема в ударах, что тут больше давления, там меньше давления. Это может быть физическое давление, экономическое, эмоциональное. Здесь ощущается удар. Если здесь больше давления, там меньше. Но если все мы перемешаны, то мы приходим к равновесию в давлениях, и тогда нет удара. Мы можем вместе преодолевать, и система, она становится гибкой. И если действовать по этой формуле, неравновесие, неравенство в мире приводит... Как это может привести к тому, что будут все эти природные явления более углубляться? Природные катаклизмы, как влиять систему на систему, мы не видим этого, потому что это круги, которые не связываются между собой четким образом. Круг внутри круга, внутри круга, внутри круга. Поэтому какая связь между человеческими взаимоотношениями и цунами или землетрясениями, мы этого не видим. Но наука Кабала говорит, что все зависит от мысли человека. А какое определение Игуля, как мы сегодня говорим об этом? Все равны. Это и согласно математике. Относительно центра, у них есть общий центр, у всех точек в круге. И все относительно этого центра равны. И тогда, поскольку они равны относительно круга, каждый между собой тоже равны. Поэтому это называется круг. Это не форма, это идеология, это восприятие. Полную версию урока, а также с другими материалами, можно ознакомиться по адресу каббалах-медиа.инфо